здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим с вами еще об одной очень хорошей подкормки томатов об одной рецептуре которая поможет нам справиться с некоторыми проблемами выращивания томатов закрытом и открытом грунте это подкормка будет полезна не только томатом но и другим растениям семейства посленовые перцем баклажаном физалису а также в общем-то всем огородным растениям и огурцу и капусте и кабачкам патисоном всем 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 огородным растениям конечно заключением тех которые зеленые которых которых вы потребляете зелень и которые лучше вообще никогда ничем не обрабатывать сегодняшняя подкормка будет направлена на лечение или профилактику вершины гнили томатов что такое вершинная гниль томатов до сегодняшнего дня окончательно не выяснена природа данного заболевания с одной стороны гниль вызывается патогенными микроорганизмами другой стороны эти патогенные микроорганизмы как оказалось не являются причиной возникновения этой проблемы этого заболевания наиболее частой проблемой возникновения вершины гнили является несбалансированное питание томатных растений и самое главное это отсутствие в почве достаточного количества соединений кальция соединения кальция несмотря на то что они могут систематически вноситься в почву являются труднодоступными растениями кальция является таким элементом соли которого большинство солей которых нерастворимо в воде в этой связи доступ растений солям кальция является затруднительным в том чтобы кальций стал более доступен растениям помогают многочисленные микроорганизмы которые обитают в почве в этой связи обеспечивая благоприятные условия для существования микроорганизмов а это всевозможное мульчирование в том числе травой это внесение специальных микроорганизмов в почву это обогащение почвы различными органическими веществами это нормальный правильный режим минерального питания переизбыток минеральных удобрений вредит почвенным микроорганизмам это не использование свежих органических удобрений свежего навоза или навозной жижи это тоже вредит микроорганизмам это не использование всевозможных сахаристых веществ таких как варенье сахар крахмал потому что в этом случае микрофлора почвы нарушается, преимущество получает какая-то одна из групп микроорганизмов, и все это очень негативно сказывается на усвоении растениями всего комплекса элементов питания, в том числе и кальция. Конечно же, для того, чтобы все-таки кальций в почве появился, его туда надо вносить в виде различных известковых материалов. Однако же зачастую бывает так, что внесение известковых материалов не приносит своего быстрого результата. Это связано с тем, что известковые удобрения очень медленно растворяются в почве также и достаточно долго превращаются в доступную растениям форму. Поэтому надо, конечно, поддерживать в первую очередь здоровье растений и здоровье почвы. Но однако же для того, чтобы сделать профилактику вершинной гнили в части недостатка кальция, мы можем провести корневые и некорневые подкормки. Среди источников кальция многие используют кальциевую селитру. Действительно, кальциевые соли азотной кислоты являются очень хорошо растворимыми. И если такую профилактику мы делаем в первой половине вегетации томата, то есть в период до активного цветения или в начале цветения, то ничего страшного. Если же такую профилактику делать позже, например, даже лечение, когда вы уже обнаружили на томатах эту проблему, то кальциевой селитрой лучше не пользоваться. Добавление вот такого большого количества азота в виде селитры может привести к тому, что растения перейдут из генеративной фазы развития в вегетативную фазу развития. А это нарушит плодообразование, нарушит режим цветения и в конечном счете приведет к уменьшению урожая. Таким образом, кальциевая селитра хороша только в первой половине вегетации. Я слыхал советы некоторых блогеров, которые советуют использовать хлористый кальций, купленный в аптеке. Да, хлористый кальций – это хорошо растворимая в воде соль кальция. Однако, во-первых, доза кальция, которую вы можете привнести вместе с аптечным аппаратом, вместе с аптечным препаратом, должна быть очень большая. Вам надо купить очень много этого препарата, очень много ампул. Это крайне экономически невыгодно и неэффективно. Но что более неприятно, это то, что хлор является очень и очень неприятным компаньоном растений, особенно посленовых. В этой связи я совершенно не советую вам использовать хлористый кальций из аптеки или из любого другого источника. Еще одним хорошим источником кальция является мел или доломитовая мука или известь или скорлупа яиц, скорлупки яиц. Однако же там кальций находится в виде карбоната, он нерастворим. В бытовых условиях перевести его в растворимую форму очень и очень несложно. У нас есть видео на эту тему, про подкормку плодовых растений, в том числе, которые нуждаются в дополнительных источниках кальция. Этот же самый раствор можно использовать и для проведения корневой и некорневой подкормки посленовых растений, других растений, но в особенности томата для профилактики вершинной гнили. Ну, если вам не нужно ведро этого раствора, можно его сделать вот в небольшом объеме. Для этого нужно взять основательную столовую ложку мела, залить ее пол-литром уксуса и подождать, пока вся эта реакция закончится, пока раствор прошипит. Имейте в виду, что пена будет образовываться, поэтому уксус надо подливать очень постепенно, обыкновенный 9-процентный раствор уксуса. Вот такой дозы, 1 столовая ложка мела или доломитовой муки, или извести на половину литра уксуса 9-процентного является более чем достаточной дозой для проведения в некорневой или корневой подкормки. Вот этот вот получившийся раствор нам необходимо растворить впоследствии в 10-12 литрах воды. Я буду сперва растворять в небольшом объеме, а затем все это перенесу в ведро. Ну, там могут быть какие-то, если это доломитовая мука, как в моем случае, могут быть какие-то нерастворимые остатки, значит мне вот полезно, чтобы оно все хорошо осело. Но для того, чтобы сделать нашу профилактику вершины гнили более полезной, более комплексной, я туда добавлю еще несколько препаратов. В первую очередь я добавлю туда средства биологической защиты растений на основе сенной палочки. Она называется бацилюсубтилис. И вы различные препараты, вот здесь у меня есть бактофит, у меня есть фитоспорин в жидком виде, вот есть фитоспорин с гуми ОЖЗ Кузнецова в порошке в таком, с добавлением гуматов. Все равно, какой вы возьмете, они все достаточно эффективны против фитофторы, соответственно, их также следует добавить в этот раствор. Но я не буду брать ни один из этих препаратов, почему? Потому что у меня есть вот такое количество этого препарата. Немножечко желтенький, у нас есть видео про то, как готовить эти препараты дома на основе вот таких вот заквасок. Дело в том, что расход для профилактики фитофтора этих препаратов достаточно велик. Вот, например, для того, чтобы на 10 литров мне сделать рабочий раствор, вот этого бактофита мне надо взять три вот таких сдвоенных упаковки, или три вот такие упаковки фитоспорина М в порошке 10 грамм, или одну 110 миллилитров вот такую вот упаковочку фитоспорина. Это не дешево. Конечно, ну, люди нас смотрят с разным достатком, имеют различные возможности в покупке тех или иных средств защиты. Соответственно, вы можете покупать, приобретать это в магазине, ну, а те, кому не лень, могут готовить такие препараты в домашних условиях. Соответственно, я вот этого препарата впоследствии волью в 10 литров опрыскиватель 100 миллилитров, то есть полстакана фитоспорина домашнего приготовления. Многие у меня спрашивают, почему он у вас не черного цвета, не такой, как вот здесь, например. Вот я налью, чтобы вы видели, что вот он здесь другого цвета. Все зависит от того, какую среду использовали для набалта, для выращивания этих бактерий. Здесь может использоваться кукурузная меласа или свекловичная борда. Она обычно имеет вот такой вот темный цвет. Ну, а здесь вот у меня осталась тыква, залежалась, к сожалению, но не испортилась, правда. Я ее отварил и на этом овощном отваре с добавлением небольшого количества сахара наболтал. Вот тут 8-литровая бутылка, то почти 7 литров этого препарата. И могу лить его, поливать, просто бочками разводить и широко вносить и в почву, и опрыскивать растения. Если ранее вы опрыскивали растения триходермы, то через 7-10 дней повторите такую обработку с помощью триходермы. Если же вы вносили ранее фитоспорин, то продолжайте вносить фитоспорин или другие препараты на основе сенной палочки. И еще я добавлю один компонент, усиливающий нашу подкормку. Это дрожжи. Мы уже тоже в одном из наших видео говорили о всех преимуществах дрожжей. Вот в Беларуси выпускается такой совершенно замечательный препарат, называется Рост-Момент. И продается тоже вот такие сухие дрожжи сушеные. Вот они по стоимости получаются практически одинаковые. А если использовать вот такие дрожжи 100 грамм свежие, то получается, что вот использование свежих дрожжей примерно в два раза дороже, чем вот таких сушеных. Ну если для кого-то цена имеет значение, все-таки нас много смотрит пенсионеров, хотя печально думать, что именно группа пенсионеров является такая вот нуждающаяся в информации о более дешевых способах и эффективных ухода с засадом и огородом, но все-таки это жизнь. Поэтому я измельчаю вот эти дрожжи и они у меня здесь потом растворятся и соответственно я их также добавляю в наш раствор. Таким образом мы получаем трехкомпонентный препарат, который содержит растворимый кальций, который содержит биологические средства защиты растений против фитофторы и целого комплекса других болезней. А ну вот у меня в таком он виде. А также дрожжи. Дрожжи не будут долго жить на листьях, они не будут мешать ни фитоспорину, ни триходерми. Они будут отдавать те вещества, которые в них накопились, которые являются хорошими роста регуляторами и стимуляторами фитоиммунитета. Последний компонент, который я туда добавлю, он такой довольно секретный, скажем так, его мало кто использует в растении водстве. Этот препарат называется димексид. Продается без рецепта совершенно в любой аптеке. Этот препарат не является препаратом по защите растений от болезней и вредителей, не является стимулятором иммунитета, не является стимулятором роста и цветения растений. Но у него есть одно очень большое преимущество, которое он дает всем нашим препаратам для защиты растений. Дело в том, что димексид способствует проникновению всех полезных веществ, которые мы наносим на растения, как можно быстрее внутрь ткани листа. Лист является достаточно сильной преградой для проникновения туда различных веществ. И вот димексид является таким очень хорошим проводником. Концентрация димексида для использования на растениях может быть достаточно большой. Он хорошо реагирует на димексид, он его не жгёт. Но по своему опыту я вам скажу, что вот два таких колпачка на 10 литров уже очень хорошо повышают эффективность действия всех и роста регулирующих препаратов, и гормональных препаратов для растений, и в том числе вот растворимого, например, кальция. Дело в том, что кальций должен быстро попасть в растение для того, чтобы вылечить, например, вершинную гниль или сделать профилактику уже на уровне образования плодов. Поэтому мы добавляем вот этот вот туда усилитель. Ну и, конечно же, сейчас томат вовсю у меня, по крайней мере, в теплице цветёт. И что я сделаю? Я в этот период повешу вот такую вот жёлтую ловушку клеевую. Они доступны, везде продаются. Почему она жёлтая? Дело в том, что на жёлтый цвет очень хорошо реагирует белокрылка. У меня никогда не было белокрылки в теплице, но была белокрылка у меня в других обстоятельствах, и я знаю, что избавиться от неё очень-очень сложно. Поэтому я в качестве профилактики на свои 12 квадратных метров, на маленькую тепличку, повешу вот несколько таких ловушек с тем, чтобы если вдруг туда белокрылка залетит или ещё какие-то летающие неприятные насекомые, чтобы они туда сразу же прилипли. И советую вам сделать то же самое, чтобы потом не начинать борьбу, когда эти вредители уже разовьются. Хозяйство у меня большое, поэтому вот и дрожжей у меня здесь много, и всех препаратов много. Так что буду делать раствор, несколько опрыскивать или заряжать, и буду обрабатывать этим раствором всё. И томаты, и кустарники декоративные, и плодовые, и яблоньки этим раствором подкормлю. Всем им это всё будет очень-очень полезно. На этом я с вами прощаюсь. До новой встречи!